Во-первых, по поводу Томенко и Фирсова. Это авторитетные депутаты, у Томенко большой опыт, Фирсов перспективный депутат и пользующийся доверием общества, гражданского общества. Поэтому, конечно же, это плохой прецедент. Но есть один тут урок в этом законе. Значит, это урок к тем активистам, которые проникли в разного рода партии вождей. Надо было создавать и нужно создавать партию активного гражданского общества, таких людей. Иначе просто будет трудно с середины добиваться своих целей. Потому что слишком заблокована, зашлакована вся эта партийная иерархия, поскольку наши партии это частные партии, между прочим. Это партии вождей. Это частные партии. Это не партии общества, это не партии народа, это не гражданские партии по классификации, портологии, как западных европейских демократий. Теперь о холодильнике. Главный вопрос все-таки. О холодильнике, да. Холодильник выбросят. Скоро. Выбросят его, да. А почему народный фронт проголосует? Это ответ на вопрос Алексея. Да потому что выбор. Или надо срочные выборы идти народному фронту. Или надо соглашаться на Бориса Владимировича Гройсмана. Сначала была альтернатива Иерейска и Гройсман. Владимир Борисович, извините. Иерейска испугали. Потому что команда ничья. Как там она сказала? Правительство ничьих? А зачем тогда в парламент идти? Для сохранения мандата можно холодильник передать? А зачем в парламент идти, чтобы иметь правительство ничьих? Как это так? А что будет делать парламент? Что будут делать депутаты? Что будут делать вожди, лидеры и так далее? Нет, это не наш путь. Наш путь, политическое правительство, другое дело, оно должно быть, раз оно политическое, а не технократическое, оно должно быть более автономным. И от популистских импульсов, и от олигархических, лоббистских интересов. Вот удастся ли такое правительство сделать, я не уверен. Но главное, кризис будет разрешен. На этой неделе или через неделю Гройсман будет избран. Если через неделю, то президента ждет холодный душ. Душ холодный и так ждет, потому что я сейчас к этому холодному душе чуть-чуть дальше перейду. Так вот, но это же не решит кризис. Это отложит его. Потому что если парламент полтора месяца не может перегрузить правительство, значит проблема не в правительстве. Не в фамилиях, не в персонах, а в парламенте. Это такой парламент, что он не может создать нормальное правительство, нормальную коалицию. Подождите, это херой-то вы, потому что вы депутаты партии и так далее. Вы депутаты, президент, премьер. Поэтому все равно к осени надо готовиться к досрочным выборам. Ну так, ну не хочется, но придется это делать. И теперь главное. По поводу, и все это складывается в такой пазл. Вот ситуация вокруг прокуратуры. Исключение депутатов вот из этих фракций. Так, премьер, который фактически входит в президентскую команду. В той самой дыре. К чему это идет? Это идет к тому, что все-таки сейчас президент вынужден или по другим каким-то причинам концентрировать вас в своих руках. Так, почему? Потому что сегодня надо, очевидно, нам проводить более взвешенную внешнюю политику. Быть не... Понятно, что Россия это там, но быть немножко независимым и по отношению к Западу. Потому что Запад, ну я не хочу это слово употреблять, сливает. Так, но тем не менее будут заставлять нас делать то, что необходимо будет делать там по Донбассу, по другим вещам и так далее. А может и не будет, подождите. Нет, я не верю, что он будет заставлять. Я не верю, что будет заставлять. Ну что, про внешнюю политику поговорим отдельно, ладно? Да, да, но я хочу сказать, что наступает время, которое я бы назвал бы так. Это авторитаризм независимости. Понимаете? Для того, чтобы сохранить независимость, построить государство, нужно укреплять сейчас президентскую вертикаль. И быть более, так сказать, скажем так, ну государственной дисциплиной, чтобы была. Более выстроена политика. Потому что у нас партий много, политическая система есть, а государства-то нету. В России наоборот. Там политической системы нет как таковой. Но там есть президентское государство, президентская вертикаль. Очень далеко ушли. Нет. Это я говорю о том, что надо создать какой-то более оптимальный баланс между партийной системой, чтобы она работала, и государством. Чтобы партии, коалиции, партийные дрязги, лоббизм и так далее работали на государственный интерес. Потому что мы забыли такое слово. Мы забыли такое слово. Просто как это сделать? Знает ли кто-то из присутствующих действительно как это делать? Понимаете? State's right zone это государственный интерес. То, с чего начиналось современное государство.